добрый вечер вы на канале модные практики и сегодня мы с вами продолжаем работу над нашим платьем которое мы шьем для инги вчера мы его моделировали сегодня у нас раскрой на чем хотелось бы остановить ваше внимание ну во первых ткань ткань нам досталось очень хорошего качества эта ткань вот здесь даже видно хочу показать вам это чтобы ни у кого не было сомнений что это хорошего качества ткань эта ткань альтомода что такое альтомода я посмотрела в интернете потому что он нам всегда помогает альтомода это переводится как высокая мода немножко просто для так для общего интереса рассказать вам что перед нами за ткань и вот я нашла такую информацию оригинальные ткани альтомода это прекрасный выбор невероятно красивые ткани этого бренда имеют богатый ассортимент который удовлетворит абсолютно любой вкус даже самый требовательный и изысканный эти эксклюзивные ткани прекрасно вписались мировую моду они имеют превосходный внешний вид замечательны в носке и нетребовательны выходе да это действительно так именно вот эта ткань я ее перед тем как раскраивать намочила и знаете что было интересно что это хб ткань но она абсолютно не села абсолютно не села это говорит о том что здесь очень хорошие волокна хорошо обработанные и не в ширину не в длину и не потеряла вот свой как бы внешний вид вот этот накат таким металлическим блеском и имеющий такую ультрамариновый цвет можно было подумать что инга переживала что он сойдет облезет после стирки но к счастью как он был даже нигде не осыпалась никак бы я не видела ну и что конечно усугубляет нашу раскладку на ткани это направленный рисунок вот смотрите вы видите да что здесь вот этот накат розами который он имеет направленный рисунок то есть в одну сторону нет такого что вниз вверх рисунок расположен что можно еще как вам можно презентовать эту ткань ну вот видно что такая ткань я ее рассматривала она на каком-то таком солнечном солнечный какой-то свет и по солнечному свету такие какие-то вспышки ультрамариновые которые ультрамариновые такие вспышки которые поддерживаются вот этими розами у нас ткани 340 два с половиной у нас рапорта или рапорта как меня поправляли вот ну и конечно здесь хочется именно в этой модели хочется не сделать его асимметричная детали допустим рукава а хочется как-то и эту модель упорядочить и сделать более менее симметричными но то есть что я имею ввиду я имею ввиду что если это рукава то они как-то должны быть похожи но в моем видении я это так увидела допустим они должны быть больше синие либо приняла такое решение я что ближе к лицу но что-то должно быть такое яркое потому что инга она у нас брюнетка кориглазая поэтому хочется чтобы что-то ее прям вот такие такие эти вспышки были ближе к телу ближе к лицу ну вот собственно говоря я вам показала что представляет собой ткань я уже примерно поняла как я буду делать раскладку для того чтобы не ошибаться и для того чтобы сложить чтобы ткань была в сложенном виде пополам я сделала вот такую такой рисунок для себя покажу вам чтобы сократить время эфирное время чтобы это не так было не растягивать сам само видео вот я сделала такую раскладку в масштабе вот здесь у меня 34 сантиметра то есть у меня 340 и я примерно чтобы не забыть какие детали где я буду ложить вот у меня здесь приблизительно полочка спинка нижний ярус один рукав как раз рукава расположены в том месте где у нас вот эти синие ультрамариновые вспышки и вот здесь у нас будет синева в районе полочки ну примерно вот внизу вот так вот и так у нас полочка спинка нижний ярус рукав нижний ярус рукав и верхнее полотнище юбки передняя и задняя еще у нас нам будет необходимо выкроить пояс пояс мы можем сделать точной потому что он будет прикрыт элементами декора поэтому мы спокойно можем его выкраивать в любом месте и сейчас мы можем с вами приступить к раскрою и так в помощь я себе сделала уменьшение уменьшенный чертеж раскладки деталей на ткани и как мы будем действовать будем действовать следующим образом у нас полочка и спинка прибавка к низу полочки я делаю вот на эту линейку на два с половиной почему потому что здесь вот ткань краешек ткани не ровный поэтому я делаю два с половиной для того чтобы потом можно было спокойно осноравливать низ детали здесь я сделала вот такую глубину но подыму и и на ровно на такую же глубину чуть выше и сделаю вырез чуть выше на всякий случай потому что случаи бывают всякие никогда не поздно его будет углубить лучше лишний раз перестраховаться ну и здесь здесь мы помним да что у нас мы касаемся вот в этих этих которые более вы выставились края ну вот примерно вот таким образом плавно уходя боковому шву ну и соответственно чтобы не забыть я и здесь прибавляю по два с половиной сантиметра а вдруг а вдруг у нас будет слишком мелкая вытачка и захочется немножко опустить линию груди вот ну и получается что у нас вот это расстояние открытая вытачка вот она но у нас здесь еще есть вот сантиметр поэтому сборочку будем делать вот на этом расстоянии вот с этой точки сразу я отмечаю вот здесь и вот здесь она у нас будет заканчиваться но может быть она будет заканчиваться чуть дальше наверное вот все таки вот здесь думаю что вот так так и что хочу сказать прибавки я буду делать два сантиметра почему потому что у меня базовая основа с прибавками полтора не три как обычно а полтора поэтому я буду перестраховываться тем более у меня есть такая возможность наверное не 2 а сделаю 17 потому что моя линейка она очень удобная делать вот такие прибавки то есть здесь полтора и плюс два миллиметра от края я всегда им пользуюсь вот так ну и соответственно я везде буду делать такие нормальные хорошие прибавки потому что девочки любят партнер когда у нас есть прибавки когда мы можем не переживать о том что ткань посыпется или что там может быть не так прострочили срезали а у нас всегда есть в запасе с чем работать поэтому вот 1,7 я делаю не 2 а 1,7 по пройме здесь полтора я сделала ну и здесь соответственно 2 2 с половиной сантиметра по низу и и вытачка по спинке у нас будет шов потому что платье не будет свободно она будет прилегающий прилегать плотно к телу поэтому у нас будет по спинке молния проходить так и теперь у нас помните да вчерашняя деталь нижняя которую я отрезала от юбки и сказала что буду делать прямые то есть нижняя часть юбки у меня будет состоять просто из при двух прямых деталей из прямоугольников вот это у меня деталь сорок восемь с половиной вот у меня здесь записано в сорока восьми с половиной я прибавляю на подгибку низа в подгибки низа будет вот такая лента которая у меня четыре с половиной сантиметра четыре с половиной плюс 6 делаю плюс 6 на подгибку низа сразу здесь очень хорошо видно поперечные нити вот их прям хорошо видно я по ним и рисую 6 вот эта деталь у меня уже точно вымерено поэтому я могу ее использовать в качестве лекала прибавляя так значит это у нас вниз это у нас вверх вверху прибавляю 17 тоже как и везде я не буду сама путаться не буду вас путать и девочек не буду путать платье будет шить у нас маргарита с маргаритой мы будем платьишко шить так одна деталь у нас есть нижняя продвигаем ткань и вот видим да здесь вот это синяя вспышка я ее так назвала мне так проще так и получается что на низ рукава тоже у нас один из семья сразу вот так ставлю метку и вот это у нас центр вот так прикладываю и временно прикалываю рукав временно прикалываю так дальше у нас что идет дальше у нас идет нижний ярус сдвигаем балку вот примерно с этого места я начну делать нижний ярус нижний ярус нас помните да у него прибавка по низу 6 сантиметров прибавка по низу 6 сантиметров сдвигаем прикладываем деталь которую я вчера отрезала вот она у нас нижняя деталь и и сюда 17 очень хорошо видно еще раз повторюсь так 48 с половиной еще раз 48 с половиной вот так и прибавка по верхнему срезу нижнего яруса 1 из 7 теперь мне нужно посмотреть приблизительно вот я ориентируюсь вот на этот на это пятнышко синяя от этого синего пятнышко до края оката рукава примерно 4 сантиметра посмотрю что у меня получается дальше вот у меня пятнышко я опускаюсь на 4 сантиметра это получается что вот это будут два абсолютно одинаковых рукава но у нас еще с вами две детали две детали верхней части юбки значит это у нас вид вернее задняя часть не забываем что у нас все детали должны направлены быть в одну сторону вот так и вот так получается вот что получается что у нас здесь прибавка один из семь или даже пускай будет как и потому что крайне ровный наверное два с половиной я тоже сделаю два с половиной прибавку для того чтобы потом спокойно мы могли осноровить деталь когда она у нас будет в развороте вот таким образом ну и вы конечно видите да что у нас вот этот расклёж который я делала на моделировании он у нас не вмещается поэтому мы должны немножко юбку соответственно заузить вот и насколько же нам нужно опуститься я думаю что это вообще не критично и это вообще будет не обязательно прямо уж точно повторять второй рукав с этой же точке на который у нас у нас получается правый рукав тот был левый рукав поэтому что мы делаем мы делаем прибавку 1 и 7 плюс прибавка для того чтобы мы смогли красиво вырезать рукав вот таким образом и получается что у нас конечно не совсем удобно но нам деваться некуда у нас нет лишней ткани потому что это все что у нас имеется вот у нас остается в принципе еще две детали центр переда ну то есть пояс мы можем пояс можем выложить в одну линию но пока я этого делать не буду тогда когда я вырежу детали и разверну когда у меня будет готова уже полочка я посмотрю из какой же части ткани мы будем вырезать пояс а так принципе вот такая раскладка так и что я сейчас смотрю я смотрю конечно я могу сдвинуть заднюю заднее полотнище юбки вот сюда вниз но дело в том что у нас конечно много будет еще вы же помните да у нас много будет элементов декора а из чего их делать их нечего будет делать если я сейчас вот так вот уберу вниз эту деталь потому что здесь очень хороший выпад получается причем он получается вот под 45 градусов спокойно можно будет нарезать элементы декора и спокойно их как говорится использовать для украшения платья поэтому все таки получается что по низу верхнего яруса получается метр сорок я думаю что этого вполне для ингиного объема достаточно вот насколько здесь уменьшается уменьшается здесь туда потому что мне же нужно еще и сделать припуски на швы поэтому ничего страшного я вот совсем не вижу в этом оставляю так как есть здесь у нас здесь у нас я давала сантиметр это то место где у нас будет проходить декор поэтому я его оставляю на припуске вот от этой линии и буду я оставлять я его срежу чтобы не путаться вот и все все и от этой линии прибавляю по 1 из 7 то сама говорю чтобы не путать девчонок обычно когда я кладу им заказ на стол они у меня всегда спрашивают какие припуски так это уровень бедра контрольные точки и вот так получается что вот так я заузила и то же самое по переднему полотнищу так 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 по переднему полотнищу 1 из 7 прибавка начертила здесь линии целую кучу так и боковой шов больше сантиметра не получается 1 и 2 получается это все потому что у нас конечно если бы был не направленный рисунок вот это делается все просто вот так и ничего не нужно было уменьшать но сейчас мы сделать так не можем эту линию я соединяю с линией бедра контрольную точку тоже прорисовываю чтобы было понятнее так вот это и буду частями вырезать так это это так дальше рукав пока я откладываю в сторону что у нас здесь и выкраиваю детали которые у нас идут совершенно ровные это одна деталь то есть нижний ярус деталь о верне ткань которая уходит у нас на рукав я пока ее оставляю и вот эта вторая деталь на нижний ярус то есть у нас получается сейчас я посчитаю так все хорошо все хорошо так итак у нас получилось две детали нижнего яруса это мы откладываем дальше у нас полочка полочка и спинка 1,7 и полтора а и по горловине я даю примерно сантиметр срезаем кромку она мне нам не нужна так это у нас спинка это у нас полочка и у нас два рукава и шивной пояс вот такие у нас получились кусочки для рукавов нам их нужно приложить сейчас правильно чтобы у нас была направленность рисунка мы случайно не выкроили вот они у нас два кусочка получились два похожих куска поэтому мы их складываем друг с дружкой поскольку поскольку детали рукавов у нас разные с обеих сторон то есть полочкой то что к переду и к спинке поэтому мы будем раскладывать ткань в разворот так и мы выкладываем рукав по долевой нити по центру припуск даю внизу 1,7 внизу ну и здесь смотрите у меня остается вот такой припуск по окату я конечно не буду это срезать я вырежу сейчас полностью потому что все равно эти кусочки будут где-то маля валяться в мусорке а возможно по окату нам понадобится еще прибавка для пышности рукава вот я прибавляю еще вот столько сколько я хотела в принципе прибавить и на моделирование пусть это будет в любом случае это никогда не поздно срезать вот так головку я увеличиваю пусть она будет опыт показывает что это никогда не бывает лишним и смотрите я здесь расширяю рукав вот еще настолько как-то мне хочется расширить вот настолько на ширину линейки шли линейка у меня шириной 2 и 2 вот так соответственно это у меня центр это у меня задняя часть это у меня вот примерно вот сюда я ухожу и делаю контрольную точку ну и сборка мне примерно будет начинаться вот отсюда и вот здесь заканчивается ну а на примерке мы посмотрим это лишнее или это все-таки было не лишнее так здесь я тоже оставляю 17 пусть это будет везде еще раз повторяюсь пусть будет одинаковые будут одинаковые прибавки вернее не прибавки а припуски ну и здесь сейчас так вырежу красивенько примерно вот так и здесь вот так все принципе я могу рукав рукав уже вырезать начну вот отсюда а при а а а а а а а вот а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... желто-зеленый так ну и деталь пояса она у нас очень хорошо легла выпад из одного рукава поэтому деталь пояса переднюю часть я беру там где есть сгиб цельнокровенный будет он у нас а если у нас не выходило конечно мы могли бы делать здесь до тачку по прям по центру потому что ее все равно не будет видно так значит что здесь у нас у нас здесь так же как и везде 1 из 7 я оставляю здесь прямо нам будет сильно необходимо хорошие прибавки потому что как правило в области талии выше ниже бывают большие подвижки изменения ну а здесь я сделала высоту ширину пояса 5 сантиметров потом подумала о том что все-таки размер у нас не с очка поэтому я добавляю к ширине пояса еще сантиметр пусть он у нас он будет чуть пошире не 5 а 6 сантиметров чтобы он прям не смотрелся такую таким прям маленьким ну а если зрительно это будет некрасиво то естественно мы его просто возьмем и укоротим вот такая деталь передней части пояса у нас получается также я делаю 1 из 7 прибавки потому что когда деталь такую вот такие узкие прямоугольные детали мы их чертим в половине да потом когда разворачиваем ну как правило это бывает касается это в стойке на воротниках сами воротники они немножко деформируются и получаются не такие прямые детали а немножко как бы с таким изломом поэтому их всегда приходится осноравливать для того чтобы деталь была соответствовала лекалу так это у нас деталь пояса переднюю передняя часть когда она проклеится развернется можно даже нет вот сейчас прям идеально получилось никаких таких изменений я здесь не вижу это у нас передняя часть заднюю часть я не буду из этого куска брать потому что здесь все-таки куски такие либо вот так будут косые бейки на декор либо в другую сторону это я берегу вот здесь у меня есть маленький кусочек маленький выпад единственное только что нужно будет правильно выкроить так это у нас это верх вот у нас центр спинки и вот таким образом он у нас уходит черчу красивую линию сразу на ткани поверху прибавляю один сантиметр как и так здесь у нас не получается чуть-чуть надо спускать так значит один из семь ну чуть-чуть спустить нет ладно будет достаточно нормально примерно вот так нижняя часть детали 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 вот это наш пояс спинки ну вот и собственно говоря все так вот они наши детали все которые получились две детали низа юбки думаю что у вас все тоже получится шейте вместе с нами ну и конечно у нас остается примерка инга должна посмотреть что же мы для нее приготовили ну конечно я переживаю но как это все будет выглядеть и как она этого все воспримет но надеюсь что ей это понравится с вами сегодня была я светлана вся наша дружная команда надеюсь что мы вдохновили вас на большие подвиги на то чтобы вы тоже творили что-то красивое подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии до встречи твои 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 Субтитры создавал DimaTorzok